Девушки отдыхают С этого места я бы хотел записать свой стендап Плюните в лицо тем, кто вам скажет, что в Индии грязно Ну чем вам не Голландия? Ирис всему голова Вот я не расист, но китайцы очень здорово мешают Зрители канала Антитопор Еще в 2017 году видели мой выпуск Который называется Армянский след Малайзии и Сингапура Если не смотрели, обязательно посмотрите Там я рассказываю об острове Пинанг в Малайзии Где очень богатое армянское наследие Об Armenian Street, об армянском кладбище Где сохранились еще старые могилки армянские Ну и конечно первым на острове Да и вообще в Юго-Восточной Азии Отели на Пинанге Которые основали братья Саркис Сейчас я хочу восполнить тот пробел Который не сделал в том далеком 2017 году И я прибыл в город Малакка Это удивительно красивый город Я считаю, что один из красивейших городов Юго-Восточной Азии И конечно же Малайзии И именно с этого места я бы хотел записать свой стендап Потому что это место полностью цитирует мои слова Город кто только не занимал Здесь разное время были голландцы, британцы, португальцы Сначала португальцы это были После них пришли голландцы, потом британцы Сейчас в городе проживает Значит часть населения Это малайцы Другая часть населения это китайцы И третья часть населения это индийцы Вот три основных Три основные этнические группы Это уникальный в этом отношении Город в мусульманской Малайзии Также здесь много церквей Я бы еще сказал, что это самый христианский город Этой мусульманской страны Ну а теперь подробности Наверняка вы уже обратили внимание на этот стрит-арт Я же не зря сказал, что начинаю с этого места свой стендап Здесь как раз вот изображены Малайец, в смысле мусульманин Китаянка и индианка Это три основные народности Малайки Ну и рядом, конечно же, христианская церковь Хотя христиан тут уже практически и нет Зато их наследие очень влиятельно Хотя бы вот обратите внимание на вот эти каналы И разноцветные домики Ну чем вам не Голландия? Кто бывал в Амстердаме, наверняка смогут сравнить Здесь даже мостики есть такие же похожие, как в Амстердаме Посмотрите, какое великолепие, какая красота Такое ощущение, что находишься где-то в Западной Европе Но никак не в Юго-Восточной Азии Примерно с этого места начинается китайский квартал Но до него еще нужно завернуть направо А перед нами, вот где мы видим впереди фонтан Такой небольшой Он называется фонтан королевы Виктории А вот этот район Малакки называется Лиол Индия Плюните в лицо тем, кто вам скажет, что в Индии грязно Я, ну, понятное дело, что мы не в Индии, мы в Малайзии Но тем не менее, это место очень даже чистое, очень красивое И я думаю, это место эталон того, как должна выглядеть настоящая Индия Пожалуй, даже это самая чистая Индия, которую мне приходилось вообще видеть И в самой Индии, и за пределами этой страны В смысле Индии А вот как сохранилась вся эта колониальная архитектура В перемешку с индо-китайским и малакским Смотрите, какие здания Очень старинные Более того, отреставрированные У нас пшеничный край и хлеб всему голова, даже голубям А здесь все-таки рисовый край И рис всему голова, тем же голубям Примерно на таких каравеллах Здесь бывали европейцы Ну, в зависимости, конечно, от периода истории Это судно одно из первых Кстати говоря, называется оно Флор-де-Ла-Мар И бывало даже в Африке Теперь пришвартовано в Малаке Приблизительно вот так выглядело и армянское торговое судно Кедах-Мерчан, которое затонуло в Индийском океане Известно, что армяне служили в ту эпоху И в Ост-Индской и Голландской кампании И в Ост-Индской и Британской кампании Но прежде чем мы вернемся к этому Давайте сначала заглянем на руины храма Святого Павла Где сохранились европейские плиты надгробные А потом мы уже поговорим об армянах Вернее, не поговорим об армянах А зачитаем письмо, послание с того света От армянина, адресованное, возможно, даже нам, армянам 21 века Ну и, конечно же, после стольких завоеваний европейцами Многие из них остались навсегда в этих краях, в этих землях Они тут захоронены И с тех пор сохранились надгробия Очень любопытные друзья Надгробия, они исторические, имеют историческую ценность И причем они собраны из разного периода Это и португальского, и голландского, и британского Сейчас я покажу некоторые из этих надгробий Которые собраны здесь, у руин храма Святого Павла Вот, обратите внимание Это 1709 год Тут и фамильные гербы имеются Вот такие вот надгробия Как всегда, здесь очень много китайцев Вообще, вы знаете, я везде встречаюсь, сталкиваюсь с китайцами Вот 1656 год Они мне, вот я не расист, но китайцы очень здорово мешают Они очень крепливые И всегда очень много Они и по поводу, и без повода любят фотографироваться даже с кузнечиком Так, это 1671 год Я повторюсь, здесь надгробия из разных европейских пластов То есть, это и голландская, и британская, и португальская А вот сами руины храма Святого Павла Вот еще надгробия весьма любопытные Тоже датируются серединой 17 века Сразу же за руинами Святого Павла Церковь Иисуса Христа 1753 года Она же голландская церковь, она же английская или англиканская церковь Но к ней мы еще вернемся, я о ней чуть расскажу А пока давайте войдем вовнутрь и зачитаем послание армянина из 18 века Вот мы только что видели надгробия в руинах А здесь, в самой церкви, в самой ее центральной части Я вам покажу вот это По всей видимости, оно было оставлено в качестве завещания покойного Итак, зачитываю Приветствую вас, читающих эту табличку на моей могиле, под которой я сейчас сплю Какие новости от моих соотечественников? Свободны ли они теперь? По ним я часто проливал слезы Если бы среди них появился один хороший опекун, который бы мог управлять ими и охранять их Напрасно я ожидал, что увижу доброго бастера И тут идут, значит, слова уже на голландском языке Я, Акоп, внук Шаамира, армянин из порядочного рода, имя которого я хранил Родился в Персии, близ Инефы, видимо, джульфы и летели Где теперь навсегда спят мои родители Судьба привела меня в далекую Малакку Ушел из мира 7 июля 1774 года нашей эры в возрасте 29 лет Мои бренные останки захоронены на этом участке земли, которую я и купил То есть, по всей видимости, этот храм находится на месте, купленном вот этим молодым человеком Видимо, это был достаточно такой богатый купец Молодой, но при этом богатый купец И именно поэтому, в отличие от других надгробий, которые мы сейчас видели на улице, в руинах Его надгробие расположено именно в храме и именно в центре Ну, как говорится, в могиле люди все равны Нет ни богатых, ни бедных Вот такое послание нам, армянам 21 века От армянина из 18 века Согласитесь? Ну, такое ощущение, словно все продумано Он знал, к кому он обращается Здесь имеется еще одна надгробная плита армянская Но, к сожалению, со временем буквы не сохранились Но на стенах храма есть и другие плиты Они на английском языке, на португальском языке Тоже очень старинные Тоже имеют весьма историческую ценность Напомню, это храм Иисуса Христа Город Малакка Джейкоб Шаамир был армянским мореплавателем И очень состоятельным человеком Поскольку занимался внешней торговлей Он похоронен в самом центре храма Потому что много лет этот храм содержался и финансировался им Благодаря ему храм вообще выжил Там рядом с ним есть еще одна могила армянина Но сложно сказать, кем покойный доводился Джейкобу Шаамиру Так как надпись не сохранилась Судя по всему, это был его родственник близкий Или тоже какой-то влиятельный человек Ну и как я уже говорил, церковь Христа Это англиканская церковь Хотя первоначально была голландской реформаторской Но она такой же протестантской в принципе и осталась После голландского завоевания Малакки У португальской империи в 1641 году Привело к запрету римского католицизма И преобразованию существующих церквей В пользу голландских реформаторов В 1741 году, в ознаменовании столетия взятия Малакки У португальцев голландская бюргерская община Решила построить новую церковь Заменив стареющий Бовенкер Первый камень и фундамент был заложен Уже родившимся в Малаке капитаном малакских бюргеров Авраамом де Виндом От имени своего отца Клауса де Винда Здесь также находится его плита Которую мы тоже видели Ну а британская церковь стала уже С подписанием англо-голландского договора 1824 года Владение Малаккой было передано Британской Озбинской кампанией Вот впрочем краткая история Этой церкви Иисуса Христа Которая была то голландской, то английской Но так или иначе она была все время протестантской Независимо от того реформаторская она или нет Но с армянским сердцем или армянской сердцевиной Так как в самом центре этого храма Две армянские могилы Ну что ж, этим, пожалуй, я и закончу Сегодняшний свой коротенький сюжет из Малаки Будьте в Малайзии, заглядывайте в Малаку Убежден, вам понравится здесь Город всего с полумиллионным населением Очень исторический, очень красивый, очень теплый, радушный Ну а будете в Малаке, загляните обязательно Значит, в церковь Иисуса Христа Где мы сейчас с вами были Навестите могилы, старые могилы Наших с вами соотечественников Ну а я с вами увижусь либо в эфире За столом, как обычно Либо в следующей нашей стране Кстати говоря, Малайзия была наша 75-я страна По армянским следам Она войдет, вторая часть, вернее, та, что о Малаке Она войдет во второй том моей книги Записки странствующего армянина Который выйдет аж через два года Но пока в продаже Первый том моей книги Записки странствующего армянина Вы можете уже сейчас заказать эту книгу Записки странствующего армянина Первый том, где будет первая часть о Малайзии Где я рассказываю о Куала-Лумпури Острове Пинанг Город Джордж Таун Всего хорошего До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...